Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, портка о том, что сегодня в выпуске. В связи с перепадами температур и ухудшением ситуации с обледенением, мы идём на работу по расчистке и посыпке территорий при домовых. Плановое оперативное совещание у главы города. Благодаря шёсткой помощи Смоленской административной станции сделана навигация. Навигация на каждом этаже, на первом, втором, третьем. Проект «Бережливая поликлиника» работает в Десногорске. Необычно было узнать о новых вещах, находиться в таком месте, где представляешь, как будто бы, правда, находишься в этой избе. Викторина – музейный экспонат. Сегодня я получила красную либлю. Для меня это очень счастливо. Росатом готовит кадры для международных атомных проектов. А сейчас о этих и других событиях подробнее. 20 марта глава Десногорска Андрей Шубин провёл плановое оперативное совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб города. О том, какие вопросы рассматривались на совещании, в нашем следующем сюжете. В начале совещания глава Андрей Шубин поблагодарил коллег и всех жителей Десногорска за активность в проведении выборов президента России. На этой неделе специалисты ЦОС, САЭС и СМОТЭ проведут пробную эксплуатацию бассейна в первой школе. Если пробная эксплуатация покажет хорошие результаты, настройка, то мы надеемся, что на следующей неделе бассейн будет введён в эксплуатацию и проведут торжественные мероприятия по его отрезанию. Погода диктует коммунальщикам непростые условия труда. В связи с перепадами температур и ухудшением ситуации с обледенением, идём работы по расчистке и посыпке территорий предмоловых и контроль за образованием и ликвидацией сосулек на домах, в том числе на домах скотной кровли. 18 марта завершился открытый чемпионат Десногорска по мини-футболу. Игры проходили с декабря 2017 года. Поздравляем победителей. Первое место – команда «Островок», капитан команды Юрий Алексеевич Гриша. Также 25 марта в 16.00 в Центре культуры и молодёжной политики мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города разделить с нами празднество профессионального праздника Дня работника культуры. Миг между прошлым и будущим с участием солистов в Смоленской областной филармонии. На городской конкурс по охране труда подали заявки 11 организаций и 13 уполномоченных. В конце марта будут подведены итоги. Проект «Бережливая поликлиника» будет работать в 39 регионах страны и реализуется он на внедрении принципов производственной системы Росатома в медицинских учреждениях. Он в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов. На какой стадии проект работает в медсанчасти Десногорска, мы расскажем в нашем следующем сюжете. В настоящий момент в регистратуре медсанчасти 135 уже распределены потоки пациентов. На каждое окно выделен отдельный регистратор. Организованы окна для первичного и повторного приемов, окна записи на прием к врачу, выделено отдельное окно для пенсионеров. Эта реорганизация уже на уровне регистратуры упорядочила потоки, уменьшила очереди и создала удобство как для пациентов, так и для работы персонала. Поликлиника готовится к приему электронного оборудования и компьютеров для регистратуры. В настоящее время уже поступило оборудование в клинико-диагностическую лабораторию. На данный момент оно находится в стадии запуска. Ожидаем поставку оборудования в регистратуру. Это электронное табло, это электронная регистратура, это новые информаты и компьютеры для облегчения работы самой регистратуры. Также в процедурные кабинеты и в кабинеты врачей. Открыт второй процедурный кабинет, чтобы разделить потоки сдачи крови. Если раньше все пациенты приходили в 107 кабинет, то сейчас пациенты по заболеванию приходят в 107, а пациенты по медосмотру, по диспансеризации, по платным услугам мы направляем в 143. Он у нас работает с 8 до 9 часов. В этом кабинете работают две процедурные медицинские сестры. После 9 часов проводим внутривенные, внутримышечные инъекции пациентам по САГАС и по платным услугам. Также мы ввели талонную систему на забор крови в связи с тем, что раньше пациенты могли приходить все в один день, в одно время, а образовались большие очереди. Сейчас, благодаря введению талонов, очередь стала распределяться равномерно в течение дня. Пациенты приходят в назначенный день, в назначенный временной интервал, который составляет 30 минут. Но это позволило упорядочить людей в течение смены равномерно. И таких очередей больше мы не наблюдаем. Для реализации проекта создана совместная рабочая группа из специалистов медсанчасти и Смоленской атомной электростанции. Благодаря шерсткой помощи Смоленской атомной станции сделана навигация. Навигация на каждом этаже, на первом, втором, третьем. Понятно, где находятся процедурные указатели, где находятся кабинеты врачей, как пройти в рентген-кабинет, как пройти в отделение ультразыковой диагностики или как пройти на флюорографию. Я думаю, это будет сречно положительно нашими жителями нашего города. Даже эти начальные этапы реализации проекта дают заметные результаты в поликлинике Десногорска. В Смоленской области с 20 по 25 марта стартует операция «Пешеход». В это время сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений правил дорожного движения, как переход проезжей части в неустановленном месте, выполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. ГИБДД напоминает, что выполнение простых правил поможет снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Уважаемые участники дорожного движения, в период операции «Пешеход» будьте внимательны при переходе проезжей части, водителям предоставляйте преимущество в движении пешеходам. В Кодексе о нарушениях за непредоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Пешеходам хочется напомнить, что переход проезжей части необходимо по пешеходным переходам. За переход проезжей части в неоположенном месте штраф составляет 500 рублей. 22 марта сотрудники Историко-Краеведческого музея подготовили для обучающихся школ Десногорска познавательную викторину под названием «Музейный экспонат». Все подробности вы узнаете далее. В нашем Историко-Краеведческом музее собрана коллекция атрибутов древнерусского быта, которая свидетельствует о богатой культуре нашего народа. Предметы быта пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни, о которой стоит знать молодому поколению. Для этого они и приходят в музей познакомиться с убранством русской избы и традициями предков. Работники музея для школьников провели познавательную викторину. Игра состояла из трёх туров. Ребятам нужно было по буквам отгадывать слова. Например, из загадок они узнали, что такое рушник, прялка, кувшин, чугунок, а игрушка над детской кроваткой называется «шаркунок». Мне очень понравилось. Я здесь уже не первый раз, мне очень нравится, я хожу сюда с удовольствием. Здесь такая обстановка интересная. Мне понравилось, узнал некоторые новые слова, было интересно. Необычно было узнать о новых вещах, находиться в таком месте, где представляешь, как будто бы, правда, находишься в этой избе древнерусской. Очень интересно, много новых вещей, которых ещё ни разу не видел. Хотелось бы, ну, придумываешь какие-нибудь истории, как тут жили, и пытаешься попробовать на себе, как жили в то время. И ощущать эти чувства очень необычно. Объясняли очень понятно и хорошо, так что догадаться было достаточно легко. Вот так Десногорский историко-кровический музей поддерживает традиции наших предков. С 14 октября прошлого года по 4 марта 2018-го проходил всероссийский конкурс «Мой первый бизнес» из открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках конкурса был проведён отбор проектов «Умник-капитаны». В конкурсе за грант от фонда в размере 500 тысяч рублей соревновались школьники из числа участников трека «Инновации». По итогам заочной экспертизы отобрали 32 лучших проекта. В финал вышли 10 инноваторов. Победителем от Смоленской области с инновацией разработка системы использования модуля NFC при обмене данными стала Десногорка Анастасия Кузьмичева, ученица 11-го Б-класса первой школы, за что получила грант в размере 500 тысяч рублей и участвовала в форуме «Россия – страна возможностей», который прошёл в Москве с 12 по 16 марта. С 22 марта по 1 июня запрещено ловить рыбу в Десногорском водохранилище из-за нерестового хода рыбы. Разрешается удить рыбу с берега поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух штук вне мест нереста. Под полный запрет попадает вылов стерляди, горчака, вырезуба, сига и форели. Во всех остальных водоёмах лов рыбы будет запрещен с 1 апреля по 10 июня. И в завершении выпуска новости «Росатома». В прошлом году Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подготовил 26 иностранных специалистов. В этом году число выпускников возросло до 99. Треть из них закончили высшее учебное заведение с красным дипломом. Нагуэн Тхимо – одна из 99 иностранных студентов, ставших сегодня частью большой атомной семьи. Дипломы о высшем образовании Национального исследовательского ядерного университета МИФИ открывают перед этими ребятами поистине фантастические возможности стать в своих странах первыми обладателями теоретических знаний и практических умений в сфере управления атомной энергией. Самое главное у них в глазах интерес к новой работе. Я думаю, мы их всех научим работать правильно. Будем стажировать их на рабочих местах, на российских станциях. Я думаю, через годик они уже будут полностью в деле. Студенты, которые сегодня выпускаются – это мировая элита атомной энергетики. Особенно мы поздравляем, конечно, наших 35 турецких студентов, потому что мы компания работодатель, и мы готовы этим студентам положить уже рабочие места. Работать новоиспеченные специалисты из Турции будут на первой в этой стране атомной станции Акую, сооружаемой Росатомом в провинции Мерсин. К слову, на сегодняшний день российские атомщики возводят 33 энергоблока в 12 странах мира, в которых уже через 3-4 года спрос на профессиональные кадры будет очень высок. А так как на подготовку высококлассного специалиста зачастую требуется больше времени, чем на строительство АЭС, то Росатом уже сегодня ведет активную работу в этом направлении. Количество стран, с которыми мы работаем, им порядка 40. У нас разные партнерские программы. Безусловно, у нас одна из лучших систем профподготовки. По признанию экспертов, МИФИ является одним из лучших инженерных вузов России и входит в топ-100 мировых университетских рейтингов по физике. Образование, полученное здесь, даст возможность иностранным студентам, даже тем, в чьих странах пока нет атомных станций, построить карьеру в других сферах. Ну а к тому моменту, когда атомная энергия будет востребована и в их государствах, они станут просто незаменимыми специалистами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnada.fistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин